МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами я, Михаил Налётов. И Анна Балиет. Традиционно мы подводим итоги года в программе «Говорим о главном». Аня, как тебе этот год? Да уж, такого года у меня, да и у всех нас, похоже, никогда не было. 2020-й запомнится человечеству надолго. Мы пережили очень непростой год. Наш привычный ритм жизни изменился и ещё долго не будет прежним. Да, пандемия коронавируса внесла свои значительные корректировки в наши планы и заставила нас жить по-новому. У меня в первую очередь изменилось отношение к своему здоровью и здоровью окружающих меня людей. А ещё я, как и многие, стал больше ценить труд наших врачей. Согласна, для меня они стали главными героями этого года. Мы много общались с медработниками и своими глазами видели, насколько тяжело им пришлось. Сейчас на связи со студией наш корреспондент Мария Буржинская, которая выяснит, что думают и чувствуют щелковские врачи и медсёстры. Здравствуйте, коллеги. Сейчас я нахожусь в Щёлковской областной больнице. И рядом со мной главный врач Антон Демидов. Антон Владимирович, расскажите, как щелковские врачи справлялись с такой высокой нагрузкой в период пандемии? Мы не только справлялись, но и продолжаем справляться. В первую волну мы встретились с новым, коварным, довольно неизвестным для нас и для всей мировой науки вирусом, вызывающим тяжёлую вирусную пневмонию. В связи с тем, что в инфекционных учреждениях и больницах не хватало места для такого количества пациентов, они не справлялись с наплывом. Часть медицинских учреждений, больниц и даже роддомов были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусной пневмонией. В том числе и в нашей Щёлковской областной больнице часть корпусов была перепрофилирована под лечение коронавирусной пневмонии. И наши врачи разных специальностей прошли переподготовку по лечению инфекционных заболеваний и стали врачами-инфекционистами. Это и хирурги, и гинекологи, и травматологи, и эндокринологи, и кардиологи. И даже стоматологи. Они оказывали помощь и продолжают оказывать помощь нашим пациентам с коронавирусной инфекцией. Скажите, насколько сильно, продолжая дать тему, изменилась жизнь у всех медработников? И что, наверное, стало самым для них сложным в этот период? Конечно, жизнь наших медицинских работников изменилась, потому что от привычных профилей, которыми мы занимались, лечили привычных для нас пациентов по определенным нозологиям, нам всем пришлось заниматься лечением коронавирусной инфекции. Мы столкнулись с рядом сложностей. Конечно, было сначала тяжело, потом, наверное, непривычно, сейчас уже довольно привычно и обычно находиться в специальных средствах индивидуальной защиты, в костюмах, в масках, в респираторах, в специальных защитных очках. К этому мы быстро адаптировались. Но самое сложное, наверное, то, что мы на начальном этапе не очень хорошо знали патофизиологию вируса, методы диагностики и лечения. От начала заболевания, в начале года, я считаю, что здравоохранение в целом и наши медработники, в частности, прошли большой путь по пониманию процессов патофизиологии развития заболевания, по методам диагностики и лечения, и самое главное, по вылечиванию пациентов. Скажите, почувствовали ли медработники разницу между первой и второй волной? Если да, то в чем она заключалась? Ну, безусловно, почувствовали, потому что первая волна была полной неизвестностью. Как я уже говорил, вирус был новый, неизвестный, с непонятным течением. Сейчас мы немного адаптировались, стали лучше лечить, стали лучше понимать процесс развития этого заболевания. Адаптировались, адаптировались к работе в новой условиях красной территории, как мы называем, грязной зоны. Адаптировались к работе в средствах индивидуальной защиты. И даже некоторых людей вот этот новый вызов для нас сплотил наш коллектив, сплотил наших медработников, и медицинских сестер, и врачей, и санитаров, всех тех, кто участвует в процессе диагностики и лечения пациентов. Скажите, а что помогло, опять-таки, медперсоналу поддерживать в этот непростой период боевой дух? Ну, безусловно, боевой дух помогает поддерживать профессионализм наших сотрудников. Потому что, несмотря на то, какого профиля мы являемся врачами или средним медицинским профессионалом, главная задача для нас – это бороться за жизнь и здоровье наших граждан. Даже вот в таких условиях, непривычных для нас по борьбе с инфекционным заболеванием COVID-19. А есть ли у врачей какие-то пожелания для жителей в новом году? Ну, пожелания для жителей у нас, конечно, чтобы Новый год был намного лучше, проще, пациенты себя чувствовали хорошо, не болели. А если говорить о пожеланиях именно как у меня, как у врача к пациентам, то сейчас началась в нашем районе, в Московской области, в стране в целом, вакцинация против коронавируса. Я считаю, что эта вакцинация существенно поможет ограничить распространение вируса и сохранить большое количество жизней наших пациентов. Поэтому я призываю подумать о своем здоровье и записываться на вакцинацию. Спасибо, Антон Владимирович. Мы сейчас поговорили с главным врачом Щелковской областной больницы. Давайте пожелаем всем нашим врачам сил, терпения и, конечно, снова поблагодарим их за тот труд, который они выполняют каждый день. А сейчас я передаю слово моим коллегам. Спасибо, Мария. Мы присоединяемся к этим теплым словам и еще раз выражаем нашу признательность всем медицинским работникам. Да, уходящий год изменил не только наши отношения к врачам. Изменился и привычный образ нашей жизни. Миша, вот ты мог себе представить, что мы несколько месяцев проведем, фактически не выходя из дома? Если бы кто-то такое мне сказал, я бы вряд ли в это поверил. Но, тем не менее, это с нами произошло. Если мы с тобой, Аня, еще как-то ходили на работу, чтобы снимать наши репортажи, то кто-то из-за угрозы заражения даже не мог выйти из квартиры, чтобы купить продукты или погулять с собакой. Именно в этот момент мы и поняли, насколько важен и нужен труд волонтеров. Смелых и добрых людей, которые, несмотря на опасность, каждый день приходили на помощь тем, кто был в зоне особого риска. Сейчас с нами на связи один из щелковских волонтеров Максим Горюшкин, директор молодежного центра «Ровесник». Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Что из себя представляла работа волонтеров в период пандемии? В период пандемии наши волонтеры занимались обзвонами граждан, нуждающихся в помощи. Мы также ходили, разгружали продовольственные коробки от губернатора Московской области. Помимо этого, получается, к нам поступали заявки, мы принимали и доставляли продукты людям, которые не могли выходить в период пандемии из дома. Максим, а сложно было войти в такой напряженный график? Да нет, в принципе. Все ребята молодые, активные, справились, справляемся. Все хорошо. Продолжаете ли вы сейчас свою деятельность? Да, продолжаем. Но сейчас это в основном просто поступление заявок. Продуктовые коробки мы уже не возим, не разгружаем, их на данный момент нет. Я имею в виду бесплатные продуктовые наборы. А только по заявкам подъезжаем к человеку, он нам дает деньги, и мы выходим за продуктами, покупаем. А как можно обратиться за помощью к волонтерам? Просто человек звонит в соцзащиту, оставляет заявку, и они эту заявку передают нам в штаб. Есть ли у вас новогодние пожелания для жителей нашего городского округа? Не болеть. Желаю в новом году счастья, удачи, преодолеть все вот эти напасти, связанные с болезнью, и продолжить свою жизнь в новом позитивном ключе. Максим, мы вас тоже поздравляем с Новым годом. Спасибо вам за ваш труд. Желаем вам новых сил и, конечно, здоровья. Что говорите, Аня? Перемен в этом году было немало. Главное, что мы справились, а округ жил и менялся, несмотря ни на какие трудности. Кстати, в этот непростой период в Щелково сменился глава. В июле им был избран Андрей Булгаков. Давайте вспомним, как это было. 10 июля этого года Совет депутатов городского округа Щелково объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. 6 июля он завершился, и депутаты из числа прошедших отбор кандидатов выбрали Андрея Булгакова. За время своей работы руководитель муниципалитета успел решить немало вопросов. После многолетних споров, наконец, удалось договориться с собственником сетей ЖК «Восточная Европа» о передаче коммуникаций на баланс округа. Идет подготовка к реконструкции водозаборного узла, и большая проблема с качеством воды для жителей микрорайона в скором времени будет полностью решена. Наконец, разрешился вопрос с дорогой к поселку Сады на реке. Подъезд к домам фактически отсутствовал, а новую дорогу планировалось пустить через лес, что совсем не нравилось соседям жителей садов – многодетным семьям. Андрей Булгаков решил вопрос со всеми сторонами конфликта и договорился с собственником соседнего поля об организации альтернативного проезда по его территории. Большое внимание новый глава уделил развитию волонтерского движения в Щелково. При его поддержке была организована работа добровольцев, которые в период пандемии коронавируса помогали гражданам, находящимся в зоне повышенного риска, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Уже решено большое количество вопросов в населенных пунктах. Глава лично выезжает на встречи с жителями и контролирует выполнение данных поручений. Ведь главная задача чуткой власти – комфорт жителей, несмотря ни на что. Этот год стал непростым для всех служб города, но несмотря на пандемию жизнь в Щелкове не остановилась. Даже в период самоизоляции. Ремонтировались дороги, открывались новые учреждения, проходило обслуживание жилых домов и благоустройство дворов. В нашем следующем сюжете мы расскажем о том, как Щелково изменилось за этот год и как жители встретили эти перемены. 2020 год. Чем он знаменателен? По целому ряду позиций городскому округу Щелково в 2020 году удалось сделать заметные шаги вперед. Так, 1 сентября в микрорайоне Солнечный введена в строй новая школа. Этого события жители ждали больше 20 лет, а построили здание школы за два года. В День знаний учеников, педагогов и родителей поздравил глава городского округа Андрей Булгаков. Это современное здание, современный объект, долгожданный. И было достаточно много рисков, что мы не успели бы его открыть в срок. Но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы сегодня, 1 сентября, наши юные первоклашки, наши выпускники и все ученики пошли сегодня в это прекрасное новое здание. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, успехов и больших научных побед. Мы школу видели, как она зарождается уже 10 лет назад. Но, к сожалению, в наше время все происходит скачкообразно. И вот только сейчас это здание построено. Здание достойное, красивое, условия замечательные здесь. Спасибо, безусловно, строителям, которые построили такое нам здание. Ну и дети стараются беречь, конечно, все добро наше сегодняшнее. Оснащение современной, безусловно, интерактивной доски, проекторы, все это есть. Конечно же, нет предела совершенству. Хочется большего, интересного. Хочется, чтобы наши дети занимались робототехникой, техническое творчество, чтобы было на достойном уровне представлено. Мы будем стремиться к этому. А еще в Щелково продолжается строительство объекта федерального значения. Здесь, в Жигалово, акционерное общество «Газпромкосмические системы» создает сборочное производство космических аппаратов. На строительной площадке, размер которой превышает 17 тысяч квадратных метров, сейчас активно ведется монтаж металлоконструкции. Завершить строительство планируется в течение двух лет. Уникальный сборочный комплекс полного цикла позволит проектировать и выпускать до четырех крупных и около ста малых спутников в год. Среди важнейших событий 2020 года, которые обязательно запомнятся, закрытие мусорного полигона в Сабурово. Твердые бытовые отходы сюда поступали на протяжении многих лет, начиная с 2003 года. Теперь это прекратится. Мусор будут вывозить на безопасные перерабатывающие комплексы. Для местных жителей закрытие полигона – это по-настоящему упавший с души камень. Среди других важнейших объектов, сданных в 2020 году, канализационный самотечный коллектор, по которому стоки из Чкаловского, Бахчеванжи, Звездного городка и Лосинопетровского уходят на межрайонные очистные сооружения. На протяжении многих лет коллектор был головной болью для коммунальных служб. Теперь технологических аварий, из-за которых происходили провалы грунта, больше не будет. Щелково в 2020-м продолжил программу по благоустройству придомовых территорий. Приведено в порядок 14 дворов. Благоустройство включает в себя оборудование парковок, установку контейнеров для мусора, обновление уличного освещения, лава, чекурн, а также ремонт детских игровых площадок. Кстати, и здесь заметны изменения к лучшему. Для маленьких наших граждан продолжается обустройство очень красивых и удобных игровых комплексов, которыми заменяются пришедшие в негодность. Значимым является и то, что жители могут быть непосредственными инициаторами проведения работ по благоустройству. И возможности не ограничиваются собственным двором. На сегодняшний день существует около 15 программ, направленных на улучшение городской среды. Они называются «Мой подъезд», «Удобная стоянка», «Светлый город», «Чистая вода», «Парки Подмосковья», «Зона общественного притяжения». Изменения, которые происходят в Щелкове, замечают жители. Мне нравятся наши улицы, центр города. Нравится то, что что-то делается для улучшения внешнего облика нашего города. Нравится улица Парковая. Хоть там кто-то ругает, кто-то хвалит. Мне нравится. Потому что очень удобно здесь, светло, и вечером погулять с ребенком. Что-то меняется. Елка у нас шикарная в этом году. Дети в восторге просто. Я живу здесь всего полгода. Ну, город неплохой, чистенький. Магазинов много. Ну, и потом вот я столкнулась. Медицина вроде бы неплохая. По телефону записываешься в очередь, спокойно подходишь в больших очередях. Не стоишь. За последнее время он стал похож на город. Стал больше убран. Стал как-то внимательно за ним следят. Вот это вот то, что больше всех нравится. А еще 2020 год наверняка запомнится щелковцам, которые много времени проводят за рулем автомобиля. Для них самое заметное – качество дорог. Пусть не все сразу, но поэтапно они приводятся в порядок. Вот пожаловались в администрацию округа жителей улиц Маяковского и Новопоселковой на Ухабы. И в этом году здесь все изменилось. Ехать стало одно удовольствие. Или другой пример. Завершена реконструкция дороги на улице Ватутина в Загорянке. А ее продолжение, которое пока остается не в лучшем виде, поставлено на очередь в план следующего года. Щелково, завершая год 2020-й, уверенно смотрит в будущее. Кстати, 2021 год для нашей малой родины юбилейный. Мы будем праздновать 500-летие первого упоминания Щелкова в исторических документах. А знаешь, кому еще пришлось сильно изменить свой ритм жизни? Кому же, Аня? Нашим учителям и ученикам. Дистанционные уроки и экзамены в условиях строгих санитарных мер надолго запомнятся всем участникам учебного процесса. Да, к таким трудностям невозможно подготовиться, но щелковские преподаватели, учащиеся, преодолели все препятствия. Приходилось обучаться практически на ходу, перестраивать свою работу на ходу, потому что никто и никогда не сталкивался с таким масштабным дистанционным обучением, с дистанционным образованием. Для нас, для педагогов, для директоров школ, для детских садов, заведующих, для всех руководителей это было новое, новое, непонятное, еще до конца не изученное дело. Но, тем не менее, хочу со всей ответственностью заявить, что система образования городского округа Щелкова справилась с этой задачей достойно, очень достойно. Помогли в этом мастерство, профессионализм педагогов и, прежде всего, чувство ответственности и чувство долга. Год мы закончили хорошо, мы выполнили все поставленные задачи, мы не сорвали ни в одном образовательном учреждении учебно-воспитательный процесс. И доказательства тому хорошие, я бы даже сказала, очень хорошие результаты по сдаче ЕГЭ. Я сосредоточилась в своем внимании на школах, но в не менее трудных условиях оказались наши детские сады. В условиях пандемии, в летний период, у нас работало 44 дежурные группы. Мы понимали, что это нужно, мы понимали, что это важно. Родители были спокойны, спокойно трудились на своих рабочих местах, знали, что их дети в надежных руках. Поэтому, уважаемые жители городского округа Щелкова, мне хотелось бы пожелать, чтобы в эту новогоднюю ночь у каждого из нас случилась маленькая сказка, маленькое чудо. Ну и, конечно же, прежде всего, хочу пожелать всем вам, всем нам здоровья. Здоровья всем вашим родным, близким, друзьям, знакомым. С Новым годом! Ну что ж, Миша, этот год мы встречаем без привычного шествия Дедов Морозов и массовых гуляний. Как же жалко! Но это не значит, что культурная жизнь остановилась весь год. Сотрудники Щелковского учреждения культуры могли делиться с жителями своим творчеством онлайн и в залах, где количество зрителей, конечно, было ограничено. И наши артисты и художники не опустили руки, наоборот, нашли новые способы встретиться с публикой, несмотря ни на что. Давай дадим им слово, пусть они сами расскажут, как изменилась их жизнь в этом необычном году. Главная сложность для театра, для Центрального дворца культуры, для любого дома культуры – это отсутствие зрителя. Это когда ты делаешь концерт, и он идет онлайн. Что такое онлайн? Кто меня посмотрит? Кто меня увидит? Я не слышу привычных аплодисментов после номера. Совершенно другая энергетика. Ты поешь или танцуешь в пустоту. Мы узнали, что такое прямой эфир. Мы стали немножечко корреспондентами, мы стали немножечко телеведущими в интернет-пространстве. И, конечно же, это открывает новые возможности, новые способности. Одним из самых главных событий, несмотря на ограничительные меры, стало празднование 75-летней годовщины Великой Победы. Так как в условиях пандемии ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» не смогла состояться в обычном формате, Щелковское телевидение при поддержке Комитета по культуре нашло выход из сложной ситуации. Было решено провести мероприятие онлайн под говорящим названием «Вспомним вместе». Жители городского округа Щелково могли прислать видео с рассказом о своих родственниках, которые воевали в годы Великой Отечественной. Также можно было записать поздравления с Днем Победы, рассказать стихи о войне или спеть песню. Телезрители прислали более 200 видеообращений, которые транслировались порядка четырех часов в прямом эфире 9 мая. Солдат, вспоминая свой путь до конца, заплачет скупыми слезами. А павшие живы все в наших сердцах, безмолвно стоят между нами. Я помню, я горжусь. Пусть с условием выполнения строгих мер безопасности, но некоторые мероприятия в округе все же проходили не только в онлайн-формате. 9 мая привычному торжеству нашлась неплохая альтернатива. Для ветеранов Великой Отечественной войны устроили настоящий праздник прямо под окнами их домов. Концерты во дворах позволили героям почувствовать атмосферу праздника и ни в коем случае не рисковать собственным здоровьем. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь вертуша сбережет. А вот жители микрорайона Богородский решили поздравить героев ярко и своеобразно и устроили флешмоб. Под окнами многоэтажек вереница машин выстроилась таким образом, что получилась цифра 75. Все это происходило, когда на улице уже стемнело и свет фар позволил важной дате, буквально в смысле слова, сиять. Военнослужащие ВЧ-26-178 и жители Щелково-7 нашли необычный способ присоединиться к акции «Бессмертный полк» и приняли решение устроить автопробег. Желающие могли проехать по улицам микрорайона на своих автомобилях, а из окон показывать портреты родных героев. Более 40 машин образовали длинную праздничную колонну. Щелковский театр, несмотря на ограничения, также продолжил работу в это непростое время. Со строгим соблюдением норм безопасности и ежедневной санобработкой в театре состоялись премьеры спектаклей. По щучьему велению – женитьба, снежная королева. Зрители разных возрастов все-таки смогли получить удовольствие от похода в театр. Проводились культурные мероприятия и в поддержку врачей, которые помогали спасать жизни огромному количеству людей. Ко дню медицинского работника под окнами больницы на Краснознаменской сотрудники Щелковского театра совместно с коллективом «Распевы» организовали праздничный концерт. Безусловно, нельзя не отметить то, с каким старанием работники культуры городского округа Щелково работали в это трудное время. Концерты и спектакли, всевозможные лекции, мастер-классы – все это, хоть и дистанционно, было всегда доступно для всех желающих, как взрослых, так и детей. Благодаря их неустанному рвению и сделать так, чтобы даже в темные времена нашлось время для чего-то радостного и светлого, жители не забыли о том, что такое праздник и хорошее настроение. Пандемия изменила нашу жизнь, но не смогла изменить стремление достигать новых высот, и спорта это касается в первую очередь. Аня, ты знаешь, какая победа стала самой значимой в этом году? Конечно, наш земляк Яга Абуладзе стал биться чемпионом Европы под дзюдо. Мы очень хотели пообщаться с нашим спортсменом лично, но сейчас Яга находится на сборах, поэтому связались с ним дистанционно и узнали, как в такой непростой период ему удается добиться таких больших спортивных успехов. Расскажи, каким был для тебя вот этот спортивный год? На самом деле очень тяжелый, я так скажу, необычный для, наверное, не только спортсменов, а вообще для всех в связи с карантином, постоянным, с пандемией, как бы к чему готовиться, что ждать, что вообще ждет нас впереди, никто ничего не знал. И, ну да, такой необычный год. К концу года, да, буквально вот о себе, в общем-то, заявил, ты ярко выступил, что для тебя вот эта победа? Это опыт для меня, большой, очень большой, ценный опыт. Как бы это официальный старт, это уже титул, ты входишь в историю уже спорта. В условиях вот таких сложных эпидемии и пандемии, как ты тренируешься? Ну, сейчас уже все нормализовалось, как бы тренируемся так же обычно, как и до карантина, ну, с некими соблюдениями, все-таки правил там, уборка постоянная, то есть дезинфекция зала. А так, в основном, как обычно уже, все нормализовалось. Скажи, Яру, где ты будешь на Новый год? На Новый год пока еще не могу точно сказать, ну, или на сборах, или дома, пока что не знаю. Ну, нам хотелось бы от тебя услышать еще и поздравления. С Новым годом, с наступающим Рождеством. Что ты нам пожелаешь? Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы, не знаю, счастья, здоровья всем. Надеюсь, следующий год будет намного лучше. И все, что было в этом году, мы оставим в этом году. Вот таким необычным выдался для Щелкова 2020 год. Год больших потрясений и больших перемен. Но какими бы серьезными ни были трудности, мы справились. И в Новый год вступаем с надеждой на скорые изменения. Появилась вакцина от коронавируса. Это значит, что, возможно, совсем скоро нам удастся победить болезнь и вернуться к привычной жизни. Снова встречаться с друзьями, ездить в гости, ходить на концерты и в музей. И, конечно, наконец, сократить дистанцию между друг другом. Мы, сотрудники Щелковского телевидения, желаем всем нашим зрителям в 2021 году только хороших новостей и приятных событий. Пусть сбываются желания и ничего не помешают воплощению всех планов. С вами были Анна Бульет и Михаил Налетов. С Новым годом! С Новым годом!